МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республика поддержит, почему проекты студентов и преподавателей решили включить в специальную программу. Мы можем один раз провести натурный эксперимент на данной установке и затем множественно воспроизвести этот эксперимент. Цифровая копия кости. Как запрограммированная модель костной ткани поможет в борьбе с остеопорозом? Готовим именно специалистов, которые имеют дело с реальным миром. Золотой резерв. Что будет сойти отраслью России? Побочный эффект будет еще сильнее проявляться, когда вещество будет очень плохо растворяться. Аморфные формы для антибиотиков. Над чем работают в химическом институте имени Бутлерова? Более 62 тысяч человек прошли обучение по программам подготовки и переподготовки кадров в Казанском федеральном университете только за год. При том, что каждый третий участник повышал свою квалификацию. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский на заседании Госсовета Республики. Депутаты заслушали отчет о реализации программы развития КФУ на 2021-2030 годы и о вкладе в социально-экономическое развитие Татарстана в прошлом году. Так, в университете реализовали 602 программы высшего образования. В университете обучались почти 11 тысяч иностранцев. Это второе место в стране после Российского университета дружбы народов. Доходы от оказания платных образовательных услуг в прошлом году составили 4,1 миллиарда рублей. Одно из приоритетных направлений – научные исследования и деятельность в области инноваций и коммерциализации разработок. Было реализовано 7 российских мегагрантов. Кроме того, научные коллективы университета выиграли 86 грантов Российского научного фонда. Дмитрий Таюрский озвучил и ряд предложений. Это просьба включить технопарк КФУ в систему поддержки инновационных площадок, а также включить проекты студентов и преподавателей в действующую республиканскую программу поддержки предпринимательства. Временно исполняющий обязанности ректора обратил внимание депутатов на возросшую роль импортозамещения и необходимости повышения конкурентоспособности сектора исследований и разработок внутри страны. Дмитрий Таюрский предложил пересмотреть корпоративные проекты и программы в пользу наиболее важных направлений, в первую очередь связанных с уровнем жизни наших граждан. И в свою очередь спикер парламента Фарид Мухамедшин попросил активнее уделять внимание вопросам трудоустройства выпускников и преподавателей университета на территории республики. Выпускники должны находить работу по специальности. И как один из примеров исследований молодых ученых КФУ, цифровой метод диагностики состояния костных тканей разрабатывает аспирант Института математики и механики имени Лобачевского Олег Герасимов. Это метод моделирования элементов пористой костной структуры. Его программный комплекс позволяет создавать цифровые копии костей конкретного человека и определять критические зоны его тканей. Это существенная помощь врачам при назначении лечения заболеваний костной системы. От остеопороза до хирургического вмешательства при эндопротезировании, например. Конечно, существуют и другие методы диагностики костей. Однако предлагаемый ученым КФУ способ гораздо проще. О том, на ком проводились исследования и каков будет результат, увидела Эльвина Минабуддинова. Проведя заранее компьютерную томографию какого-либо образца кости свиньи, мы можем один раз провести натурный эксперимент на данной установке и затем множественно воспроизвести этот эксперимент с помощью нашей численной модели с различными условиями нагружения и, соответственно, сравнить полученные результаты. Эта машина для испытания конструкционных материалов имеет название УТС-110М, рассчитана на 5 тонн. Именно на ней проводят эксперименты Олег Герасимов, ассистент кафедры компьютерной математики и информатики. Все настройки задаются через интерактивный терминал с сенсорным управлением. Оборудование позволяет проводить тесты на растяжение и сжатие. Результаты выводятся на специальный компьютер с установленной программой. Благодаря специальным приспособлениям можно производить трехточечный изгиб. Кость помещается между двух поддерживающих опор. Цифровой метод диагностики состояния костей тканей. Проект Олега Герасимова, сделанный на его основе программный комплекс, позволяет создать цифровые копии костей конкретного человека и определять критические зоны костных тканей. За эту работу Олег стал стипендиатом президента России и обладателем специальной стипендии Татарстана. Диагностика состояния костей и суставов необходима при лечении различных заболеваний костной системы. Правильная диагностика оказывает существенное влияние на качество лечения, считает молодой исследователь. На данный момент выделяют, наверное, два основных заболевания. Это остеопороз, когда плотность кости весьма низкая и кость подвержена разрушению в условиях естественных нагрузок, например, под массой тела человека. И второе – это при различных прямых хирургических вмешательствах, таких как эндопротезирование, когда вводится какое-то инородное тело, и нужно рассчитать правильную его геометрию для правильного распределения напряжения внутри его объема. Исследование, по словам Олега Герасимова, может предостеречь отчасти от заболеваний. Программа рассчитана на предсказание поведения костей в условиях действия внешних нагрузок. В большей степени это относится к людям с какими-либо патологиями, которые проходят лечение. Благодаря исследованиям можно прогнозировать, помочь в проведении лечения и предостеречь от осложнений. Например, по томографии костей можно определить нагрузку, которую они способны выдержать. И наоборот, при патологии, как, например, при остеопорозе, какие нагрузки человеку противопоказаны. В исследованиях используется компьютерный томограф. По сравнению с существующими, метод требует меньше времени на обработку данных. Он отличается упрощенным процессом восстановления геометрии костей по результатам компьютерной томографии. По данным томографии проводятся численные расчеты. Это различные языки программирования. А также используются пакеты и программы для визуализации полученных результатов. Сейчас многое находится на этапе разработки. Необходимо проводить натурные эксперименты для сравнения полученных данных с реальными живыми образцами. Нужны разрывные установки, а также образцы. В экспериментах используются образцы костей крыс, мини-пигов и свиней. Серию чистых экспериментов и натурный эксперимент над бедренной костью свиньи. Мы подвергли ее трехточечному изгибу на данной экспериментальной установке и смогли смоделировать похожее нагружение чистым методом с помощью нашей разработанной программы. И удостоверились, и вообще наши результаты сошлись с результатом натурного эксперимента в плане определения места образования трещины, распределения напряжений, соответствующих усилий, которые возникли в костной структуре. Таким образом, на основе метода неразрушающего контроля можно у пациента провести компьютерную томографию и определить, например, прочность его тазобедренного сустава в рамках данных о его томографии. Как говорит сам Олег, тему для исследования он выбрал из-за ее актуальности. В биомеханике сейчас много публикаций, направленных на исследование результатов под данным компьютерной томографии. Разрабатываются множество численных методов для определения свойств костной и пористых тканей. Способ, который был разработан Герасимовым, вместе с его научным руководителем, еще нигде не был исследован до этого. В личных планах Олега Герасимова защита кандидатской диссертации. Тема работы такая же – цифровой метод диагностики состояния костных тканей. В дальнейшем исследования в этой области внутри лаборатории планируют расширять для решения более сложного спектра задач. Срок действия гранта – три года. В течение этого времени необходимо делиться публикациями и пополнять отчетность. Олег Герасимов надеется на выявление новых интересных результатов, о которых очень скоро можно будет рассказать всему миру. Эльвина Минобудзинова, Хафиз Гараев, КФУ, Итоги недели. В новых условиях и с другими возможностями придется развиваться IT-отрасли России. Для того, чтобы сохранить золотые кадры страны, федеральное правительство озвучивало льготы для отечественных разработчиков. Это освобождение от налогов и проверок, льготная ипотека и даже отсрочка от призыва на военную службу. Подготовкой таких дефицитных специалистов занимается Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Здесь готовят не просто программистов, а специалистов в разных областях вычислительной математики и смежных наук – физикой, химии, биологией, медициной. О том, каким будет рынок труда в IT-сфере, какие направления планируются в новой приемной кампании института, мы поговорили с директором Дмитрием Чекрином. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Добрый день, Слават. Хотелось бы вначале у вас спросить, вот в свете последних событий, сейчас мы находимся в центре цифровых трансформаций, не только, наверное, физически, да, но можно сказать и глобально. И вот на ваш взгляд, что ждет IT-отрасль страны в ближайшем будущем? Ну, вообще, IT-отрасль страны ждет, ну, безусловно, расцвет. То есть, на текущий момент необходимо понимать, что порядка 70% наших кадровых интеллектуальных ресурсов, имеется в виду Российской Федерации, работали на зарубежной кампании, и в Российской Федерации использовали зарубежные программные продукты. Практически, вот мы, в общем-то, достаточно давно готовились к данному сценарию. То, что санкции будут вводиться в Российскую Федерацию, было понятно еще, ну, как минимум с прошлого года, когда все это вот началось достаточно активно. Поэтому нами, ну, достаточно давно велась работа как раз по обеспечению комплексного замещения, вообще анализа российского рынка IT. Выяснилось, что приблизительно где-то из 50 категорий программного обеспечения, основного, начиная от мессенджеров, заканчивая VPN клиентов, облачных сервисов, операционных систем, как минимум по каждой категории существует от 3 до 5 полностью отечественных программных продуктов, которые обеспечиваются поддержкой на территории Российской Федерации. Единственное, что сдерживало их развитие, это наличие зарубежных аналогов, из-за чего их просто слабо покупали. Конечно, сейчас все эти компании ждет достаточно бурное развитие, потому что на чем-то надо работать. И главное, люди будут оставаться у нас и работать на благо нашей страны. Вот ваша команда сейчас над чем работает? Может быть, есть результаты, которыми можно поделиться? Ну, у нас достаточно большая команда. Я напомню, что я все-таки руковожу стратегическим проектом номер 4, который называется «Искусственный интеллект, информационные технологии, киберфизические системы». Общее количество кадров и ресурсов, которыми мы обладаем только преподавателей и сотрудников, это более 2000 человек. И количество проектов, оно измеряется несколькими десятками. Но вот, скажем так, ключевые области именно из мира IT, которые, что называется, да, вот можно так вот вкратце сказать, это ряд достаточно инновационных решений в области образования. По медицинской тематике, например, у нас разработаны, уже сейчас разработаны, по ним выиграны соответствующие гранты. Сейчас на территории нашей медицинской санитарной части будут проводиться как раз первоначально тоже билотные внедрения. Интереснейший комплекс, например, по анализу безопасности жизнедеятельности человека, то есть на базе, условно говоря, вот смартфона, причем смартфон, опять же, неважно, какого у них у всех плюс-минус одни и те же датчики, по человеку определяется все, начиная от индекса его физической активности, уровня стресса, наличия, отсутствия, там, условно говоря, у него кашля, его характер, там, позы, там, вот, да. Вот эти вот, например, по медицинской отрасли, да. По инженерной деятельности у нас сейчас одновременно запущено значительное количество проектов, которые связаны именно с разработкой программного обеспечения промышленной автоматизации, промышленной автоматизации разных вещей, начиная от автоматизации станков, причем станков самых разных, до автоматизации как раз крупных химических промышленных установок. То есть, ну, в общем-то, на любой вкус и цвет. Сейчас немного от этой темы отойдем. Приемная компания 2022 в Институте вычислительной математики и информационных технологий. Какие изменения или, может быть, обновления ждут абитуриентов? Ну, я напомню, что в прошлом году у нас была рекордная приемная компания. Ну, скажем так, конкурс колебался от 50 до 60 человек на место. Я не знаю, какой конкурс будет в этом году. Там, в любом случае, какие-то абсолютно сумасшедшие цифры уже в прошлом были. Но мы, скажем так, обеспечили в этом году более четкое структурирование наших образовательных программ, то есть образовательных программ по-прежнему 7, но они теперь четко делятся на 3 блока. То есть, по одному из блоков мы готовим программистов, именно программистов-программистов всех типов, от программистов кроссплатформных приложений, условно, игры, которые работают Windows, Linux, Mac, программистов мобильных приложений, программистов веб-приложений и внедренцев информационных систем на предприятиях. Это первый блок. Второй блок — это то, что касается разработки системы искусственного интеллекта, машинного обучения, суперкомпьютерных вычислений, всего, что связано с математикой в программировании. И третий блок — это то, что касается подготовки системных аналитиков и системных архитекторов. Это специалисты, так называемые, по фундаментальной информатике проектирования информационных систем, сложных, комплексных, и специалисты по информационной безопасности, то есть по анализу этих информационных систем, поиска закладок, устранение. Вот таких вот три крупнобочных, в общем-то, у нас сейчас есть вот группы подготовки, каждый из них входит либо два, либо три направления. Ну, а там у них уже там идут детали. Бизнес-информатика больше там сосредоточена на внедрении как раз информационных систем в бизнесе, защитой информации занимает, защитой информации, ну и так далее. И вот в завершении тема, кажется, уже вечная, наверное, да, но все-таки кратко, на ваш взгляд, очень много и долго говорится о дефиците кадров в IT-отрасли, информационных технологиях. Так мы же эти кадры готовим. Это дефицит кадров есть на предприятиях, он очень жесткий. То есть, например, сейчас вот на самом деле, вот западные компании как раз, да, сейчас в России кадровый голод в области IT усилился, потому что многие западные компании постарались обеспечить офферы с релокацией для большинства своих топ-тиерра разработчиков, то есть разработчиков высшего звена. Поэтому если раньше был голод, в общем-то, на рынке IT в разработчиках Junior Middle, ну, условно говоря, младше среднее звено, то сейчас это увеличилось кадром-голодом на разработчиков старшего звена, то есть все стало только хуже. Но у нас-то только лучше, потому что мы их и готовим. Я правильно понимаю, это условно абитуриент, поступая на первый курс, по сути говоря, уже будет знать, где он будет работать? Да, потому что, да, потому что я хочу сказать, чем отличается, в общем-то, вот именно мой факультет, да, институт, прошу прощения, мы готовим не чисто программистов. И я всегда говорю, что фокус такой, то есть вот мы как бы готовим именно специалистов, которые имеют дело с реальным миром, с различными аппаратно-программными комплексами. Спасибо большое за интересную беседу, ну и удачи нам всем. Все, спасибо вам. Над созданием аморфных форм антибиотиков работают в Химическом институте имени Бутлерова. Это позволит значительно снизить дозировки, необходимые для достижения терапевтических концентраций препаратов. Почти 40% синтезируемых антибиотиков нерастворимы в воде. И повысить биологическую доступность одно из важных направлений фармацевтики. Исследованием проблемы занимается стипендиат президента России, инженер-проектировщик Казанского федерального университета Семен Лапук. Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, решат многие задачи рационального применения антибактериальных средств, уверен молодой человек. Как проходит исследование, увидела Эльвина Минобуддинова. 500 микрон составляет активная зона нагрева устройства. Образец для исследований – полимер, металл или органическое вещество. Оно помещается в эту зону. Благодаря маленькому размеру устройства достигаются большие скорости охлаждения и нагрева. В исследованиях молодого инженера химического института КАФУ Семена Лапука в качестве образца используются антибиотики. Серебристый сконючок производства металлеледа в Швейцарии. Это чип-сенсор, который помещается в данный прибор. Он реализован под чип-сенсорной технологией. По словам Семена, почти 40% синтезируемых сегодня антибиотиков нерастворимы в воде. Повышение растворимости и биодоступности лекарственных препаратов являются одним из ключевых направлений современной фармацевтической химии. Именно это является ключевой задачей исследования Семена. Он исследует три антибиотика. С помощью сверхбыстросканирующей калориметрии антибиотики принимают новую аморфную форму. Так антибиотики будут лучше усваиваться в организме человека. Начив с сенсорным устройством, антибиотик расплавляется. После расплавления при охлажденной аморфной состоянии лекарство будет обладать более высокой биодоступностью. Это сравнение с ее кристаллическим аналогом. Наши методы работают с небольшими навесками, что актуально при первом этапе разработки лекарственных веществ, когда вы получаете микро- и нанограммы вещества. Мы можем исследовать их, определить параметры плавления, температуры плавления, количество теплоты, которое необходимо, чтобы вещество расплавить. А также мы определяем критические скорости охлаждения. Это одна из основных параметров при промышленном использовании методов плавления, так называемых, для получения аморфного состояния лекарства. Помимо медицины, такие подходы могут использоваться и для полимерной промышленности. Реология и морфология полимеров зависят от скорости охлаждения. Благодаря сверхбыстрому калориметру можно достичь высокой скорости сканирования. Аморфные металлические сплавы, еще одна сфера, в которой применяется устройство, позволяет работать с нанограммовым веществом. А самое главное – воспроизводить точность условия, которые происходят в промышленности. Исследования также направлены на изучение стабильности аморфной формы антибиотика. Это необходимо, поскольку со временем аморфная форма переходит в кристаллическое состояние. Так оно менее эффективно в организме человека. Потом для изучения стабильности мы используем следующую температурную программу. Мы предварительно расплавляем вещество, потом нагреваем до какой-то температуры, выдерживаем какое-то время и нагреваем опять. На последней нагре мы видим эндотерамический пик плавления, который показывает нам, сколько вещества расплавилось, которое закористовывалось во время изотерамической выдержки. Тем самым мы исследуем краски стабильности вещества и эти кинетические параметры, которые нам понадобятся во время именно масштабирования и внедрения в промышленности. Не только антибиотик должен быть биодоступным и легко растворимым, но и любое вещество. При плохой растворимости, как отмечает Семен Лапук, повышается риск побочных эффектов от лекарств. Аморфное состояние позволяет уменьшить терапевтическую дозу и использовать меньше эксцепиентов. Это неактивный ингредиент, его добавляют к фармацевтическому соединению. Для снижения рисков побочных эффектов необходимо уменьшить количество данного вещества. Побочный эффект будет еще сильнее проявляться, когда вещество будет очень плохо растворяться, потому что мы будем увеличивать терапевтическую дозу. Проект молодого ученого рассчитан на два года. Первый год, как отмечает Семен, будет посвящен изучению критической скорости охлаждения и нагрева, а также изучению так называемой кинетики релаксации вещества. Второй год будет отведен на изучение стабильности аморфного состояния трех антибиотиков. В будущем внутри лаборатории Семен Лапук планирует заняться созданием многокомпонентных составов и изучением параметров их растворимости, стабильности для более широкого внедрения в производство. Эльвина Минобудзинова, Андрей Багаудинов, КФУ «Итоги недели». В Казани наступит техно-ночь. О чем идет речь, узнаете далее в программе. Впереди также немало интересного. Не пропустите. Обещаю, что при поступлении в Казанский университет, если вы поступите, мы тоже найдем меры вашей поддержки. Историко-культурный конкурс «Тархан». Как КФУ поддержит молодых историков. Назывался «География» или «Краткое земного круга описание». «Описание земного мира», когда появился первый учебник по географии на русском языке. Дать работу студентам готов холдинг «Российские железные дороги». Помочь с трудоустройством ВРЖД обещают студентам любого направления обучения. Казанский федеральный университет много лет сотрудничает с предприятиями и организациями холдинга. Это и работа студотрядов, и трудоустройства выпускников. К будущему сотруднику прикрепляют наставника, с которым молодой специалист отправляется в свои первые рейсы. Проводник в течение года работы может подать заявку на повышение в должности, а при успешной сдаче экзаменов стать начальником вагона поезда. Об этих нюансах студентам рассказали во время экскурсии на вагонном участке Казани. Ребята узнали о профессии проводника, заработной плате, повышении квалификации, корпоративной пенсии и карьерном росте. Кстати, сотрудники проходят и обучение иностранному языку. О том, какие еще события произошли на неделе в КФУ, расскажем далее. Усиление мер по обеспечению информационной безопасности на этой неделе обсудили на внеплановом заседании Совета безопасности Республики Татарстан. Его участником стал и в Рио ректор КФУ Дмитрий Таюрский. Председатель Совбезда Рустам Иниханов подчеркнул, что сейчас важная задача обеспечить стабильность и снизить социальную напряженность в обществе. Наша задача в текущей ситуации принять и незаметительно реализовать исчерпывающий комплекс организационных и правовых мер для обеспечения устойчивости системы безопасного функционирования социальной и экономической сферы региона. Внести предложение по мерам поддержки производителей лекарств и реализации новых проектов. Такое поручение дал президент Татарстана Рустам Иниханов членам правительства в ходе визита на завод Татхимфармпрепараты. В состав делегации также вошли в Рио-ректоры КФУ Дмитрий Таюрский и проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киасов. Напомним, что в КФУ действует собственный научно-образовательный центр фармацевтики и запущено опытное производство инновационных лекарственных средств в сотрудничестве с АУ Татхимфармпрепараты. Высшая школа международных отношений КФУ и Минкульт Республики подвели итоги историко-культурного конкурса Тархан. В его финал вышли шесть участников. Свои знания истории они представили членам жюри, в состав которого вошел и Дмитрий Таюрский. Победителями и призерами стали четыре конкурсанта. Я сегодня как исполняющий обязанности директор обещаю, что при поступлении в Казанский университет, если вы поступите, мы тоже найдем меры вашей поддержки. Казанский университет вошел в топ-10 медийной активности вузов России. Его подготовил Минобор науки России. Отметим, рейтинг претерпел изменения в связи с блокировкой социальных платформ компании Мета. Официальные аккаунты КФУ вы можете найти в Телеграм, Вконтакте и Одноклассниках. В рамках года цифровизации в Татарстане в Елабушском институте КФУ состоялась Ночь науки. Это научно-популярный проект. Его участники смогли познакомиться с секретами цифрового мира на квизе «Настоящее и будущее информатики», оточить навыки понимания пространства на мастер-классе «Решение стереометрических задачи ГЕ по математике» и узнали интересные факты на интеллектуальном квизе «Великие ученые мира». Ночь науки нам посоветовали друзья. И вот мы впервые пришли и прям нам очень понравилось. Детишки уже прошли некоторые мастер-классы, мужья у нас на криминалистике. Сейчас мы тоже сами торопимся идти вот на другой мастер-класс. Хотим все успеть пройти за эту ночь. Без работы остались многие российские блогеры. Им после блокировок и ограничений в социальных сетях пришлось вспоминать российские аналоги приложений и сервисов. Рекордный приток аудитории ощутили одноклассники, а инстаблогеры начали массивно входить в телеграммы ВКонтакте. Однако освоиться с этими соцсетями любителям фотографий оказалось сложнее. Функционал не тот, говорят. И на помощь им готов прийти Росграмм от отечественных разработчиков предпринимателей Кирилла Филимонова и Александра Зобова. Российский аналог будет запущен 28 марта, а для обычных пользователей будет доступ открыт в апреле. В соцсети будет возможность сбора средств, так называемый краудфандинг, а также новые способы монетизации. Так что будет, где и чем зарабатывать блогерам, обещают разработчики. Что стало интересным для моего коллеги Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами Смотрите Сами. В многообразии медийных биц, что развернулись в эти дни на всех мыслимых площадках мира, для нас одна такая дискуссия вызывает наибольший интерес. В свете определенно ненавистнической позиции, занятой группой стран так называемого западного мира, к России. Новое и острое звучание получил дискусс о целесообразности ориентации российского образования и науки на западные стандарты. Напомню, что долгие годы ключевые параметры эффективности научно-образовательной деятельности в России привязаны к исключительно устраивающим США и Европу показателям, ну, например, к числу публикаций цитирования в базе данных Скопус. На мой взгляд, наиболее остро и концентрировано всю остроту неприятия такого положения дел выразил автор обращения к президенту России, директору ФСБ, председатель правления общественного комитета по правам человека из города Таруса, что в Калужской области Квитковская. Отмечу, что написала на его еще 1 марта, то есть до того, как сами западные центры науки и образования, включая держатели базы WebOnScience и Scopus, начали открыто заявлять о дискриминационных мерах в отношении к российским коллегам. Вот несколько пространных цитат из того обращения. Профессор, доцент, старший преподаватель во многих случаях просто не сумеет пройти конкурс на замещение вакантной должности или чтобы остаться на своей еще на один срок, если не имеет статей в журналах каком-то из этих двух англосаксонских коммерческих индексов. В очень многих диссертационных советах по всей стране невозможно защитить кандидатскую докторскую диссертации без наличия у соискателя статей в журналах из этих же коммерческих индексов. Да, есть у некоторых российских вузов, автономно присваивающих ученые степени, исключение. Засчитываются статьи из особо узкого перечня российских журналов, утвержденного самим вузом, но это редкий случай. По факту требуют такие публикации почти везде. При этом следует понимать, что большинство журналов из этих индексов берут очень большие деньги за публикации, не пассивные для российских преподавателей. Так, журналы издательского пула MDPI.com берут от 1000 до 2400 швейцарских франков за одну статью. Статьи в журналы так называемых первого и второго квартеля могут стоить существенно дороже. И дело даже не в том, что практически весь профессорско-преподавательский состав российских вузов это вовсе не богатая публика. Авторы обращения считают, что, опять же, цитирую, лица, продавливавшие в России введение требований публиковаться главным образом и как правило за огромные деньги в журналах этих двух коммерческих индексов, просто получили взятки от этих коммерческих контор. К слову, богатых как крезы разбогатевших именно на этой своей откровенной наглой аморальной паразитации на ученых. Статьи продаются поодиночке и пулами в открытом предложении, а также пакетно при подключении к базе какого-то университета с периодическими оплатами, ничего, по сути, не производя самостоятельно. Самая главная проблема и весь ужас состоят в том, что в России нормативно закреплено требование публиковать в первую очередь все лучшие и новейшие научные и научно-технические достижения, научные находки, открытия, изобретательские идеи и решения именно в англосаксонских журналах, то есть в журналах тех стран, кто заявляет нашу страну своим врагом и кто ведет против нас гибридные, экономические, юридические, информационные и прочие войны длительное время. Сегодня это уже не просто геополитические противники. Умышленное принуждение российских ученых отдавать все свои наилучшие научные наработки англосаксам образует признаки состава преступлений, считает автор обращения предусмотренного статьей 275 государственной измены Уголовного кодекса РФ, поскольку совершенно точно представляет собой оказание технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности направленной против безопасности Российской Федерации. Эта ситуация должна быть незамедлительно изменена. Прошедший период совершенно точно показал абсолютную дефектность этого подхода. И потому, что на самом деле ведущие мирового уровня французские, испанские, итальянские, португальские, немецкие, китайские научные журналы массово пренебрегают этими двумя англосаксонскими коммерческими индексами, считают ниже своего достоинства туда включаться, будучи самодостаточными. То есть для них эти две англосаксонские коммерческие конторы никто, пустое место. И потому, что и ранее над российскими авторами в этих журналах откровенно издевались, по сути дела, легко принимая по юридическим, экономическим, философским, политологическим, социологическим наукам только статьи типа с выражением ненависти к президенту России и к России в целом. Клеветы в адрес нашей страны. А сегодня в реальных нынешних условиях опубликоваться там будет просто невозможно никому из-за российских ученых. Все контакты той стороной обрублены. Как вы и сами знаете, в обращении есть еще одна важная ремарка. Не менее опасной видится и такая проблема. Опять же, повторяю себя, цитирую автора. Собственно, российских журналов в этих англосаксонских коммерческих индексах кот наплакал. Попасть в них крайне сложно. И нередко главреды российских журналов из этих индексов, видимо, как результат сделки о включении в индекс и обоставлении в индексе, старались публиковать откровенно антироссийские материалы. То есть эти индексы в ряде случаев стали механизмами насаждения враждебных идеологий и пествования агентов влияния. Напомню, что на минувшей неделе отраслевое Министерство науки и высшего образования до конца года приостановило все требования по публикациям в зарубежных научных журналах. Но это ведь только шаг. Во-первых, многих настораживает, что у приостановки есть дата. А что после? А во-вторых, очевидно, что в общей задаче импортозамещения одной из стратегически важных направлений становится именно замещение на высококлассные, авторитетные, весомые собственные журналы. Впрочем, не только в журналах проблема, а в целом в том, как строится стратегия образования науки страны, направленная отныне на единую задачу, исключительную внутреннюю самодостаточность, на которую будет ориентироваться коллективный Запад. И не только. Ну, то есть, у нас, нас с вами ожидает смена вектора. Не мы к ним, а они к нам должны отныне стремиться. А ведь это большая научно-образовательная революция в стране. Третья уже за последние сто лет. Всем доброго. 25 марта в Казанском Федеральном Университете пройдет Техно-Ночь. Это очередная серия научно-популярного проекта «Про науку в КФУ». О том, чему будет посвящена эта акция, мы узнаем у организатора проекта, начальника отдела имиджевых мероприятий Департамента по информационной политике Ксении Никитиной. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Техно-Ночи, когда она начнется, сколько будет проходить и чему она посвящена и, конечно же, в каком формате. 14-я серия научно-популярного проекта «Про науку в КФУ» пройдет 25 марта. Время у нас вечернее с 17 до 22.00, не пугайтесь. А говорить в этот раз мы будем о современных технологиях, нейросетях, искусственному интеллекту и устройствах будущего. А что конкретно ожидает участников? Какие формы коммуникации с гостями будут? У нас есть уже традиционные формы, которые полюбили наши гости, это лекторий и с приглашенными спикерами, и с нашими преподавателями, учеными, и также многочисленные интерактивы. Это мастер-классы, викторины, игры, конкурсы, которые будут проходить в течение всего вечера. А кто вообще может прийти на эту акцию? И вот эти лекции, они будут, понятно, только подкованным гостям в программировании или абсолютно всем? На самом деле нет. Прийти может любой желающий. Это отличная возможность познакомиться с университетом, потому что вход у нас на площадку будет открыт всем, не только студентам и преподавателям, но и, возможно, студентам других вузов и просто интересующимся наукой, гостям и казанцам. Школьники, наверное, еще, да? Школьники, да, конечно же, могут прийти. И вообще стоит отметить, что весь наш лекторий будет понятен людям любого возраста, потому что рассказываем мы все доступным и понятным языком, и, собственно, в этом и заключается цель про науки. Вот как раз таки о цели про науки. Расскажите в целом о проекте. Когда он появился и какие темы уже были затронуты? Проект появился в 2016 году. У него, на самом деле, большая, многочисленная история. Начинался он буквально такой небольшой площадочкой, куда приходили 300 человек. Сейчас мы в среднем собираем 3000 человек. Аудитория нашего проекта разрослась. И здорово, что в этом году мы наконец снова сможем представить наш проект на оффлайн-площадке, потому что это наше традиционное место. Из-за коронавируса последние два года мы проводили про науку в онлайне. И, конечно же, немножечко там были другие ощущения и впечатления, потому что мы любим взаимодействовать с живой аудиторией. А в чем заключается социальная составляющая проекта? Ну, про просветительскую, я думаю, нам всем уже, в том числе и зрителям, и так понятно. Здорово, что у нас студенты могут поговорить с приглашенными спикерами. Это, как правило, ученые мирового уровня в том числе. А наши абитуриенты, те, кто еще не учится в университете, могут побеседовать и со студентами, и с преподавателями, то есть познакомиться с университетом и немножечко прикоснуться к деятельности, которая здесь происходит. То есть, возможно, даже определить, какое направление им будет интереснее, в котором они хотят развиваться. То есть, я думаю, вообще для всех возрастов и категорий аудитории этот проект интересен и полезен. Итак, где зрители смогут ознакомиться с предстоящей программой «Техно-ночи» и где им взять входные билеты? Ну, я так понимаю, регистрация существует, да? Вот расскажите об этом. Вы можете найти всю информацию на нашем сайте night.kpfu.ru. Там же находится регистрация. Еще раз повторюсь, вход на площадку у нас абсолютно свободный, но мы просим всех наших гостей обязательно зарегистрироваться, чтобы мы понимали, сколько у вас всего будет и как мы будем с вами взаимодействовать. Это связано немножечко с ограничительными мерами из-за коронавируса. Ну, я думаю, все желающие в любом случае смогут попасть на техно-ночи, тем более, два года перерыва, мне кажется, это существенный промежуток времени все-таки. Спасибо вам. Спасибо. Первый печатный учебник по географии на русском языке увидел свет более трехсот лет назад. Он назывался «География» или «Краткая земного мира описания». Инициатором издания стал Петр I. География – древняя наука, но в России под таким названием она не преподавалась. Знания по устройству мира, государства давались в рамках страноведения. И этот первый учебник, автор которого неизвестен, стал основополагающим для развития географии как самостоятельной науки именно в нашей стране. География всегда играла одну из ведущих ролей в жизни человека. Ее значение трудно переоценить. И даже после того, как исчезли белые пятна с земной карты, ведущей задачей географов стало познание законов, по которым существует природа и современное общество людей. Какие реликвии по этой дисциплине сохранились в отделе рукописей и редких книг в научной библиотеке КФУ, увидел Амир Ахтямов. Первый учебник географии был издан еще во времена правления Петра I. И назывался «География» или «Краткое земного круга описание». «География» одна из древнейших наук. Как самостоятельная область научных знаний география появилась задолго до нашей эры. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей в I веке н.э. Расцвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, которая отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Меркатор наиболее известен как автор картографической проекции, носящей его же имя. Он впервые применил эту равноугольную цилиндрическую проекцию при составлении навигационной карты мира на 18 листах. В настоящее время она применяется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт. Особенную популярность география получила в эпоху Великих географических открытий, когда были открыты Африка, часть Азии, Южная и Северная Америка, Австралия, а также существенно продвинулась вперед такая область географии, как картография. 10 марта 1710 года, то есть 312 лет назад, вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Предположительно, он был переведен с голландского языка. Учебник представлял собой издание форматом 10 на 15 сантиметров и состоял из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двухстраничного реестра. В книге были описаны земные круги, экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы. Были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы. А также описаны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки и Австралии. Отдел рукописей и редких книг Казанского университета хранит в своих стенах Атлас, выпущенный в Санкт-Петербурге в 1743 году. Стоит упомянуть, что это первый полный Атлас Российской империи. Азия в учебнике географии или краткое земного круга описания сравнивается с раем. Первозданный человек Адам был в ней сотворен, говорится в этом учебнике. Что же касается территориальной целостности, то Азия описывается как поделенная на 6 частей. Первая из них под властью великих царей московских. Вторая – под игом держанства турецкого. Третья часть – пустынных степей, покрытых селением бесчисленных калмыцких, татарских и прочих в кущах живущих народов. Четвертая часть – под правлением сильного хана китайского. Пятая часть – индийская, переисполненная богатством великим. И шестая – принадлежащая шаху персидскому. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ, итоги недели. В воскресенье отмечаем Международный День Счастья. В жизни каждого человека стремление к счастью – одно из основополагающих. Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное. Писал древнегреческий фиософ Платон. Будьте счастливы и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok